здравствуйте вы на канале сад без секретов и в сегодняшнем видео садовод из челябинска светлана иосифовна мартынова назовет вам пять сортов яблонь чьи плоды очень хорошо хранятся они хранятся до февраля до весны а некоторые сорта даже до следующего лета мы надеемся что эти подсказки вам пригодятся и если вам необходимы яблоки которые хранятся очень очень долго то обратите внимание именно на эти сорта добрый день я сегодня хочу показать вам свои яблоки назвать сорта рассказать немножко как я их готовлю почему потому что не все умеют имея замечательные сорта которые могут храниться очень долго не умеют правильно их заложить вот здесь у меня представлено несколько сортов давайте начнем с очень красивого сорта это сорт жигулевский яблоко очень крупная но вниз в ящик я складываю мелкие это считается мелкая а сверху кладу самые крупные возьмем весы и взвесим яблоко жигулевская то это будем говорить ниже среднего жигулевская яблоко бывает грамм на 50 больше вот этого размера дело в том что те яблоки которые крупные мы их съедаем быстрее те яблоки которые помельче мы их оставляем на длительное хранение давайте разрежь давайте разрежем посмотрим потому что внешний вид это одну а внутренний вот посмотрите то есть влажность вот здесь очень хорошо видно вот влажность нормальная яблоко при разрезании хрустит это значит что яблоко не сухое она со влагой вот это кольцо признак жигулевского сорта то есть яблоко может лежать еще месяц через месяц она начнет терять тургор и поэтому хранить жигулевское яблоко мы можем себе позволить только до конца февраля то есть мы должны его уже употребить следующий сорт это сорт андрис вот тоже очень красивый сорт он не крупный у него чуть чуть больше вот этого размер яблоко но абсолютно не пахнет ямой так как хранится все-таки в подвале яблоко вкусная яблоко очень вкусная на разрезе тоже вот идет разрез хрустом значит не ватная вот видите то есть хорошее яблоко вот даже видно семечко блестит то есть семечко влажная а если есть влага значит яблоко достаточно сочная жаль что вы не я не могу вам дать попробовать но поверьте мне на слово андрис тоже хранится приблизительно до конца февраля поэтому вот эти два сорта я с них и начала свой рассказ следующее яблоко это яблоко канатка она у меня давно дерево привито на парадиске будаговского иларион семенович бердыш привез когда-то 38 40 лет назад почти этот сорт со своей родины с молдавии крупные яблоки не бывают практически вот они такой вот красивой формы они очень крупные но эти яблоки лежат практически до мая то есть вполне вполне хороший тургор тоже у них хороший они даже еще и режутся с трудом вот то есть у них очень хорошее сохранение влаги они до сих пор яблоки не сухие очень длительно хранящиеся яблоки в моем саду это ананасная седова это яблоко которая способна лежать практически до июня месяца относится к поздне зимним сортам а если вы увидите вот у него есть вот такой блестящий а налет это налет из природного воска и этот налет позволяет яблоку долго сохранять влагу и медленно-медленно созревать когда яблоко снимаешь с дерева и начинаешь употреблять в пищу то после вкусе кислого ананаса то есть не очень спелого а так скажем средне спелого ананаса поэтому и назвали этот сорт ананасная автор сорта седов поэтому ананасная седова яблоко сейчас уже вкусная для любителей запекать яблоки лучшего сорта я пока не нашла для себя хотя у меня саду до сортов наверное ну 20-25 вот это самое лучшее яблоко хорошо лежит замечательно и последний сорт видно блестящий как будто бы намазанный маслом вот видите прям вот блестящий это тоже воск природные которые яблоко само-саму вырабатывает это сорт прибалтийские называется телесаари и если вовремя собрать если правильно заложить то эти яблоки хранятся практически до августа месяц но я говорю про свой про свое хранилище яблоко сейчас невкусно и так трава можно сказать но после марта она начинает набирать свои вкусовые качества и становятся сладкими но так как яблоко долго лежит вот семечко влажная семенная камера тоже то есть яблоко вполне достойная яблоки бывают крупнее но периодичностью телесаари год немного яблок а год очень много но вот в этом году было очень много поэтому размер яблоко небольшой если вот взять когда их через год на на в этом году вот будут яблоки уже достаточно достаточно крупные ну вот я рассказала вам про яблоки какие у меня сорта заложены а теперь я хочу с вами поделиться меня когда-то научил ларион семенович пердыш так я много лет храню яблоки и поэтому у меня так долго хорошо в хорошем состоянии яблоки сохраняются значит яблоки нужно собирать не ждать пока семечко станет вот такое коричневое вот такое коричневое семечко должно быть средне коричневая то есть и не зеленое и не коричневое нужно разрезать любую яблоко ни в коем случае не падалицу а снять с дерева разрезать и посмотреть какого цвета окраски имеют семена ориентироваться на только на это собираете яблоки ни в коем случае не кидаете аккуратно в ведро из ведра перекладываете в ящики и уносите в прохладное темное помещение никакой не проветриваемая начать начнут сохнуть где-то какой-то сарай где-то какое-то закрытое темное помещение но с нормальной вентиляции и оставляйте эти яблоки на 10-14 дней после этого вы яблоки перекладываете в другие ящики для того чтобы посмотреть чтобы не было никаких изъянов никаких вмятин никаких за 10-14 дней если вы бросили вот так в ящик не положили а вот так бросили яблоко но нечаянно то у него обязательно за 10-14 дней образуется ударное пятно то есть вы сразу увидите что вот это яблоко лежать не будет она будет лежать но только его нужно будет положить в тот ящик который вы будете употреблять в первую очередь аккуратно перекладываете в другой ящик каждое яблоко просматривайте мы яблоки ни во что не заворачиваем единственное что мы для того чтобы не отпечатывались стенки ящика пластикового на яблоках мы по периметру выкладываем бумагой но и на дно чтобы были ровные края укладываем яблоки не более трех рядов не более трех рядов много не надо тяжело нижние не чем будет дышать яблоко будет тяжело им физически и таким образом мы увозим их в город в хранилище и укла уст выставляем на полке в один ряд яблоки ставим ящики в один ряд ну желательно если плохая вентиляция подальше от картошки капусты и естественно и морковь свекла потому что вот эти корнеплоды дают неприятный запах впитывают яблоки неприятный запах от этих корнеплодов начинают яблоки пахнуть ямой и яблоки пахнут настоящими яблоками поэтому выставляете естественно а я всегда мечу первый второй третий ящик то есть те которые мне не нравится где-то вмятинка где-то что-то подозрительные это будут первые ящики мы съедаем первыми потом идут ящики которые хранятся только до февраля до марта ну и в последнюю очередь а у нас идет теле саари и ананасная седова мы закладываем много употребляем много раздаем угощаем делаем это с большим удовольствием потому что яблоки вы сами видите абсолютно здоровые не парши никаких надкусов ни от каких насекомых то есть вот это тоже очень важно чтобы деревья с которых вы будете собирать яблоки на хранение были здоровы ну вот можно сказать я похвасталась не столько похвасталась сколько я хотела сказать что подбирать сорта на хранение нужно даже не под себя а под условия вашего хранения то есть если вы можете себе позволить вот так сделать как делаем мы нас научил этому очень старый старин я бы так сказала садовод и мы вот так уже храним больше 30 лет яблоки ничего не выбрасываем вот все все нормально ни в какие газеты ничего не заворачиваем не занимаемся этой ерундой не тратим потом если вы яблоки заворачиваете в газету и вы же не видите что там а здесь я посмотрела все хорошо все яблоки чистенькие никаких гнили нет следующий ящик и так далее я думаю что вам пригодится мой совет как сохранять яблоки и храните пожалуйста свое яблоко всегда полезнее покупного надеемся что эти рекомендации вам пригодятся вы обратите внимание на сорта которые очень долго хранятся и чьи плоды не теряют своих вкусовых качеств вплоть до самого лета если вам понравились эти подсказки вы можете поддержать наш канал достаточно подписаться нажать на колокольчик и поставить лайк в комментариях напишите какие сорта яблок или груш хранятся у вас в ваших условиях лучше всего удачи удачи